Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео, ну и оставляйте ваши вопросы в комментариях. Итак, коррекция на фондовом рынке продолжается, но, собственно, это будет и главная тема, которую мы будем сегодня обсуждать. Если мы посмотрим на список компаний, которые падали вчера, то есть это все те же самые технологичные компании. Microsoft 5,5%, Apple 6,7%, Google 3,6%, Facebook 4,6%, Amazon 4,39%. Соответственно, падают технологии, технологии являются по-прежнему крупнейшими компаниями в индексе, ну и, собственно, в этом случае мы видим падение по индексам. Если, опять же, резюмируя данную ситуацию, то есть коррекция на рынке происходит, то есть мы с вами смотрели много статистики о том, что сентябрь-октябрь не самые лучшие месяцы для рынка, то есть очень часто можно ожидать коррекцию, ну и, собственно, она оправдывает. То есть понятно, что сейчас многие компании могут просесть, поэтому я лично для себя придерживаюсь плана с точки зрения трейдинга, да, это продолжать искать точки входа по направлению тренда, то есть когда завершится эта коррекция. Ну а с точки зрения инвестиционных идей, то есть я уже сделал одну покупку и в начале месяца, которая сейчас Apple у меня проседает, наверное, больше всех, ну практически больше всех компаний, которые есть в моем портфеле. Ну и я не буду ничего делать, пока эта коррекция не завершится, то есть не будет получен какой-то уровень поддержки, вот только после этого я буду уже добавлять акции в свой портфель. Соответственно, эта коррекция может продлиться и в течение сентября, возможно, в течение октября, то есть до момента выборов она может продолжаться, то есть как мы видим исторически. Вполне вероятно, что Трампа, то есть Трампа еще не было во главе, да, перед выборами, выборами, вполне вероятно, что он будет делать свои попытки поддержать индексы и в целом фондовый рынок. То есть это может, коррекция продлиться и не так долго. Также еще одна статистика, которую я с вами хотел поделиться, она относится к индексу NASDAQ, и здесь приведена динамика как раз того, как себя вели индексы после того, как в начале сентября была коррекция. Здесь приведена статистика 74-го года, то есть если мы видели, что первые 4 дня индекс падал, то есть как мы видим, собственно, сейчас, то потом следовала еще более затяжная коррекция в большинстве случаев. То есть мы видим, такое было в 74-м году, да, индекс упал там первые 4 дня, затем коррекция продлилась. То есть в целом и по NASDAQ мы тоже видим, что сентябрь исторический, да, не самый оптимальный. Здесь приведены как раз статистика по годам 74-й, 2000-й, 2001-2008, то есть период как раз кризисных значений на рынке. Ну и, собственно, сейчас, наверное, основным драйвером падения, то есть если бы Tesla все-таки вошел в S&P 500, то, скорее всего, мы бы упали еще сильнее, да, но сейчас Tesla падает на порядка 21%, да, то есть больше, чем все остальные компании. Ну и поэтому, собственно, те уровни, которые сейчас есть на рынке, они не являются самыми, ну они, в принципе, уже сейчас являются интересными для входа, да, то есть то, куда мы упали, то, куда мы скорректировались, но коррекция может быть еще и ниже. Поэтому с точки зрения евро коррекция у нас продолжается, сейчас торгуемся по 1,1771, то есть с этих уровней, если бы получить как раз признаки завершения этой коррекции, то есть если она становится вблизи где-то данных значений, то отсюда я бы также покупал на продолжение роста. По британской валюте динамика снижения более сильная. Я напомню для наших слушателей, то, что впереди возвращается Brexit, да, то есть мы вновь начинаем о нем вспоминать. Собственно, 15 октября это будет дата, которая должна Великобритания и ЕС договориться по экспорту, импорту, да, то есть по тарифам, то есть пока это все остается на прежнем уровне, то есть на уровне до кризиса, ну и финальное решение должно быть к концу года. То есть сейчас ждем 15 октября и на этом фоне, то есть пока все еще остается неопределенность, британская валюта проседает сильнее. То есть в принципе уже прошли уровень поддержки, который здесь я отмечал в зоне покупок. Вполне вероятно, что здесь коррекция будет более затяжной. Ну пока есть некоторые признаки и на смену тренда на текущий момент, но пока все-таки тренд остается здесь, я бы сказал, восходящий. То есть пока у нас нет формации на начало нового как раз импульса, здесь пока я принимаю данный тренд как восходящий, как основной по британской валюте, тоже буду искать возможность купить по меньшим ценам. Вполне вероятно, что завтра, послезавтра будут сформированы как раз уровни для покупок, и мы здесь получим возможность войти довольно-таки неплохо. По паре американский доллар, канадский доллар, ну вот как раз на фоне падения индекса все-таки доллар укрепился, и по данной валютной паре сейчас мы тоже находимся довольно-таки неплохой в зоне для продаж, для продолжения как раз движения по тренду, но вопрос, сможем ли мы удержаться, и действительно ли это движение пока является коррекционным. Ну пока оно и является коррекционным, то есть пока мы не получили обратного, пока мы не видим каких-то других сигналов, то я тоже буду для себя воспринимать это движение как нисходящее. Пока покупать я, понятно, не буду, буду искать возможность тоже заходить на коррекцию, на продажу. Вполне вероятно, что ситуация может измениться, и коррекция тоже будет более затяжной. По паре американский доллар, японская иена, здесь мы двинулись немного вниз, если посмотреть на часовый таймфрейм, то вчера началось как раз движение нисходящее, то есть здесь с одной стороны можно было заходить на продажи, но данную ситуацию я не торговал, так как с точки зрения дневного таймфрейма мы находимся практически в середине вот этого канала, о чем я говорил в прошлом видео, и мне очень комфортно входить, потому что здесь равнозначно может движение как и вверх и вниз. Пара американский доллар, японская иена, боковики любят, и вполне вероятно, что его, вот эту динамику здесь может сократиться. Поэтому буду ждать или движение вверх, или движение вниз, и тогда уже буду принимать какие-то дополнительные решения по данной валютной паре. Австралиец продолжает снижаться, вчера мы тоже видели новый локальный минимум, то есть пока сохранялась вот эта данная нисходящая формация. Собственно, здесь я тоже для себя жду остановки, жду первых признаков начала движения восходящего, чтобы заходить уже непосредственно в рост. По новозеландцу картина тоже похожа, примерно на те же уровни мы скорректировались, и точно такая же ситуация, жду завершения вот этого нисходящего движения, и буду заходить уже на покупки. Золото вчера падало, но не сильно, то есть фактически с точки зрения динута мы увидим разворотную свечу, то есть на локальном минимуме она была сформирована. Если золото сможет сегодня обновить локальный максимум, то есть уйдет выше отметки 1940 долларов за тройскую унцию, то я для себя также поставлю отложенные ордера, то есть такой же принцип, как был и по сделке, которая открывала 27 августа по золоту, и буду смотреть, если будет еще одна волна коррекции, то с этой коррекцией буду заходить с целями продолжения роста на 1995-2000. Если не будет, то, ну, соответственно, буду искать уже для себя новые уровни. Индекс DAX тоже продолжает корректироваться, тоже мы торгуемся в области поддержки, в принципе, неплохие уровни тоже для входа, ну, единственное, что вопрос, когда входить, потому что сейчас, вчера день был не показателен, да, с точки зрения по S&P 500, по S&P я пробовал сделку открывать, сейчас тоже об этом расскажу, но для того, чтобы начать покупать DAX, здесь я для себя жду, во-первых, закрепление выше максимум, которые были сформированы вчера, да, то есть на том падении, которое DAX повторял падение с индексом S&P 500, оно было не таким сильным, но, тем не менее, рынок тоже, рынки, безусловно, коррелируют. Если мы сегодня закрепляемся выше локальных максимумов, то оттуда буду открывать, ну, искать возможности купить, то есть, опять же, буду заходить только на коррекцию, то есть не после уровня пробития. Ну, а S&P 500 сегодня с утра несколько подрастает, вчера я заходил на покупку, входил от области поддержки, довольно-таки неплохая цена была, как мне показалось, стоплос тоже поставил чуть ниже, но вчера к концу торговой сессии все-таки его смогли продавить, закрылась моя сделка, и здесь пока по S&P 500 я тоже остаюсь вне рынка на текущий момент, то есть здесь я не рассчитывал на то, что коррекция будет, ну, такое движение будет сильным, может быть и еще сильнее, вполне вероятно, что и сегодня продолжим падать, но в любом случае новые заходы в индекс S&P 500 буду рассматривать только после того, как цена покажет действительно остановку, то есть были первые попытки как раз вчера, но понедельник был выходной день, поэтому здесь могли быть определенные погрешности, которые могли ввести как раз некоторые коррективы в данную сделку, но все-таки небольшим объемом сделку здесь я открыл, так как неплохой уровень для поддержки и, в принципе, делали попытки начала роста. Соответственно, сейчас S&P 500 на открытие, ну, то есть начало торгов сегодняшнего дня немного подрастает, соответственно, посмотрим, как данная будет сохраняться, ну и новые сделки, скорее всего, будут открывать не раньше пятницы, да, поэтому в пятницу мы с вами еще раз это обсудим. Ну, а нефть марки Brent тоже продолжает свое движение в нисходящем канале, сейчас торгуемся уже ниже 40 по S&P на нефть марки Brent, то есть пока здесь не сформировано уровня поддержки, продолжаем падать, вполне вероятно, что до уровня 35-36 можем упасть, но среднесрочное, долгосрочное все-таки движение на восстановление здесь будет в приоритете, поэтому вот такая ситуация у нас на среду, будем смотреть, безусловно, что дальше будет происходить на рынке, будет ли дальше падать Tesla, дальше будет ли падать технологичная компания, обсудим с вами это в пятницу. Не забудьте поставить лайк, вопросы оставляйте в комментариях, увидимся в среду. С вами был Саков Роман, компания Admiromarkets, всем безопасной торговли и до свидания.